Куда деться бедному рыбаку с удочкой, расскажите, если так перегорожено? Как раз здесь находится зимовальная яма. Вот там, если вам видно, какая-то подозрительная бутылка. Кидайте, кидайте. Сети не цепляли? Тут три дня назад было три сетки. Да, улов сегодня хороший. Вот она, четвертая сеть. Ну, скажите, друзья, как бедному рыбаку, который пришел половить на фидер или на спиннинг, куда ему подеться, когда кругом вот такие вот сети? Так, ну вот, молдавское село Тудорово. Рыбаки сидят. Вниз нам надо. Туда? Все разворачиваем? Конечно. Наверх не идем больше? Нет, потом можем сойти. Баркошики сидят в таких вот вагончиках. Есть, да? О! А эта, видать, сидит и смотрит на тут сеть. Вот это он обещал по мне стрелять. Вот это, да? Вот она. Это какая уже по счету? Я уже сбился. Пятая? Твоя сеть? Твоя сеть не надо. Нет? Ну, хорошо. Что, не твоя? А идет от него. Говорит, не моя. А я раньше встречалась из Пиккина. Да, сегодня у нас улух хороший, ребята. Вот они, браконьерчики сидят вот так вот. Звонит по телефону, видите? И говорит, что у нас сегодня неудача. Не моя. Витати, я говорю. А? Играет музыка Играет музыка Играет музыка сеть пустая видать только поставил есть итак друзья уже у нас 5 сетей 5 испорчены нервы молдавского браконьера пробуем еще одну поймать ну это прикольно даст молдавским вином даже бутылка не допитая вот этого браконьера мы ушли недалеко старая сеть его наверное и того в общей в общей численности бегут браконьеры зашевелились молдавские ребята группа быстрого реагирования браконьерская тоже с молдавскими бутылками браконьера заводят свою лодку это и понимаешь для окна хотят приехать раз нет без камеры общаться не будем ну и мы на молдавской стороне река общее да а как лет к сетку как убрать нет нельзя вот молдавские браконьеры друзья видите да я понимаю давай да да что значит не делайте вот любители не ловят носить любители носить и не ловят но должны быть вернувались вы промысловик нет ну потому что нет и все вот они тоже нас снимают на видео видите да кидай кошку канат есть сети не до так ну что же седьмая семья друзья седьмая за сегодня аккуратненько этот получается от тудорово буквально километр мы прошли с кошками на малом ходу и вот очередная сеть а прошли сейчас эти бракоши пошли вперед на быстром ходу и я так понимаю снимать свои сети ты который мы наверно не увидели еще знала бы компания coca-cola для чего использовать и бутылки тот же кирпич смотрите новенький да 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 седьмая сеть уже у нас это же за сегодня сколько уже километр километр еще не сняли нет метров 500 уже еда где-то так дождь идет мы на малом ходу и кошки волочим по дну красота и бутылка дождь то идет то прекращается а это пакет салфановый или что это здесь на повороте большая яма зимовая может есть какая-то сетка потому что лодка это не зря да стоит лодочка смотрите наверняка где-то сидит они их обычно прячут там у них канальчики прокопаны какой-то бракоши где-то сидит рядышком значит тут где-то сеточка застам быть ну что ж это клюет нет на джек ловит смотри там вот здесь должна сеточка быть мы подняли тут только шло до секции нет мы ее обрезали там канаты остались да канат оставили мы да друзья это не конец видео но уже напрашиваются два вывода первый то уверенность и спокойствие с которой подъехали молдавские браконьеры говорит о том что рейды в этих краях проводятся крайне редко рыбоохранный патруль в молдове или спит или полностью погряз в коррупции рейды не эффективны потому что нет взаимодействия с молдавскими коллегами если хотя бы раз в неделю проходили такие профилактические мероприятия браконьерам было бы просто невыгодно часто покупать сеть и второй вывод посмотрите на этот берег если вам видно он весь в каменных и железных заборах а это наша территория на которой должен быть обеспечен свободный доступ граждан побережью водных объектов президент украины подписал закон номер 233 от 29 октября 2019 года прогуглите ребята посмотрите и согласно этого закона через три месяца с дня вступления в силу он вводится в действие все препятствия подлежат демонтажу в течение этих трех месяцев и на всей прибрежной полосе никто не имеет права ограничивать или взимать плату за спортивную и любительскую рыбалку все заборы ворота должны быть убраны связи с этим у меня вопрос в голове одесской областной державной администрации вы вообще собираетесь воплощать законы украины в жизни или они как раньше так и останутся на бумаге я не просто прошу а требую от вас вовремя обеспечить выполнение закона создайте комиссию и пройдите пешком от маяцкого моста вверх по течению 15 километров а потом вниз по течению уверен работы будет много и намного откроются глаза особенно на широкомасштабную коррумпированную составляющую конец Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok